Продолжение следует... Мы с вами продолжаем смотреть игры. Это группа B, это второй тур, это восьмая серия матчей Rattlesnake Gaming против LGD Int. Счет 1-0 в пользу LGD Int. И смотри вторую карту. Получится ли точно так же классно отыграть на второй карте, как отыграли на первой? Пишет, половина Интернешнла пролетела. Буря эмоций. Спасибо Вилату и СЛТВ. Ребят, не половина Интернешнла, половина первого из девяти дней Интернешнла. Из восьми, извините. Так что это даже приблизительно не половина. Это даже не 10% Интернешнла. Это только самое-самое начало. И, понятное дело, ну да, на сегодняшний день действительно половина уже пролетела. Уже пооставалось буквально по несколько матчей. Я думаю, Штрома осталась в две игры. У меня осталось пять карт, собственно. Так что... Да, уже вторая половина сегодняшнего дня у нас идет. Ну и смотрим дальше. Визаж Драгонайт, LGD, Лайфстиллер, Вивер, Рутлснэйк. Ну и Геррокоптер от Рутлснэйка. Вы знаете, три этих героя уже мне нравятся очень сильно. Ну и не нравятся с точки зрения человека, который болеет вообще-то за команду LGD. Как бы оно ни было, действительно, почему-то... Почему-то, вот так и сказать. Почему-то болею я за LGD. Ну, понятное дело, почему я болею за LGD. Потому что наши братаны. Как можно за них не болеть. Они же мега крутые. Ну и Бейна забирает Рутлснэйк. Ну и Бейна забирает Рутлснэйк. 10 секунд у LGD осталось, собственно, со времени пика. Но еще, конечно, целый... Целый-целый резерв тайм. Посмотрим, что они там придумают. Параллельно вижу, что IG выигрывают у Альянс. Ну и интересно, как идет игра. Квантик Ликвид, я там... Не Квантик Ликвид, извините. Ликвид и... Оранж. Там напрогнозировал 1-1. Первый выиграли. Ликвид очень просто. Во второй Оранж 7-6 ведут. Ну что, Фурион у LGD очень неплохой пик. Призмех league скоростнее. Резерв тайм. Канев. Продолжение следует... 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 в миде на найксе но это такой кабу чем пирогр пупи боже пашка ты чё это как-то можно было сейчас катапульту то не добить днищенько ты такой на лу напал год нет 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 о в рейдж просто так тут не убить кстати в самом начале до были у нас дела и в расписании но валвы настолько отлично поработали что вы знаете дилей это у нас не особо большие получается ну как бы да вот сейчас должен был уже начаться матч нави зенит ну начнется он все на час позже учитывая что у нас там было полтора часа нагнали нагнали команду например на нашем четвертом канале нашим четвертом стриме милл строма там собственно все идет четко по таймингу а вот игры абсолютно по расписанию начинается вот только у на стриме у каспера там немножечко да отстают айджи и альянс честно мы только 1 как-то идет стоит бракса бракса убивает гирокоптер второй раз это мы видим что уже второй раз его здесь поймали принципе абсолютно очевидно как сделали фраг и это плохо да сложно и понятное дело что здесь тоже загоняли айси но айси это не умирал да второй левел но он не умирал здесь брак с левел четвертый но дважды умер все таки наверное лучше не умирать как бы да и много полезнее айси сбегает толпу понимаешь то есть вардов нет прокликал четкая уверенность вот lgd зашли за тавр да и будет пытаться сейчас эту вышку пропушить есть один крип всего и не удастся этому крипу долго потанковать поэтому не получится там разобрать так сразу и кат продолжает фармить там кстати пузы уже гирокоптера которые есть фраге с сиск за 18 крипта да конечно пайкат намного лучше крипстат ну во первых это сф во вторых то пайкат опять-таки этот умеет бить крипов тем более на таком чудесном герои как шедофи мы все прекрасно знают ну что атака откуда и мизери куда-то на топа не идут неужели к атака будет на ланым а кстати было бы неплохо было бы очень неплохо где-то вот здесь заюзать смолк и просто забежать вот сюда от спину на это вот знает отсюда что-то напасть был действительно очень интересно снизу пашкат пт 430 голды не верю где курица у прикольно тогда у пайката и угода просто одинаково вот вот это даже по феншую это джин интересно какой запах и одного и второго что мы видим тут собрались уже втроем сейчас будет абсолютно сто процентов забирать товар айси тут майкс вылазит на пайката проблемы у пайката огромные ну и пайкат растоставался перед смертью санта умирает мы в итоге мы видим что айси ушел 1437 здесь тоже умирает куда-то он непонятно куда побежал но в любом случае это 40 пользу ртл снэйк ну ракета догонит его бум очень кулдаун похоронили ртл снэйка этими двумя ракетами еще и покрышки гроба надавали да и 40 отличную игру начинает эту ртл снэйк очень хорошо но опять-таки много ошибается парни из команды лжи интернешн так задена или tower все-таки здесь парни гирокоптер как раз таки это сделал и улетает ладно им подальше отсюда вот вы смотрите с доминатора начнет гирокоптер будет себе стакать где-то там что-то придумывать ну посмотрим получится это или нет в принципе должно получиться так год ничего года нового нету бракс кстати вот мы видим 1100 а то есть это понимает и будет мидас как бы он вот очень упертый бракс он остался на линии он не стал никуда уходить он действительно просто-напросто фармит и делается абсолютно правильно ну а что еще делать фармить все будет хорошо будет мидас пойдут бабки можно будет полетать хотя бы будет мидас будет левел будет мидас будет деньги и это огромный плюс но здесь сф видим ушел в леса и опять-таки айси с внутри сидящим на иксом сейчас идут кого-то искать найдут ли сильные сомнения терзает меня на эту тему хотя может быть по таврам найдут пайката если он сейчас вылезет куда-то например в лес или вылезет от на линию айси ну конечно с найк сама с его разорвут без проблем а год мизери и 437 решили тем временем гонгануть на топ здесь же брак мы видим брак с пинком показал где с агм очень хотят сделать первый фрак сейчас lgd international десятая минута не 0 4 проигрываю мы видим мизери годы и брак побежали 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 и там чен хилит почему-то я не понимаю почему он хилит скрипами у него проблемы врыв с агм сетка здесь же сейчас будет стан от года ну и тут конечно бейну не поздоровится в четвером ну первый фрак заработали одиннадцатая минута может тавар на топе надо побить да вот год начинает плевать по тавару все он понимает пока можно потанковать миди забирает эту снэк и вышку опа и пайкат здесь умирает пайкат куда-то пытается убежать по аут да ну тэп аут это правильное решение да на топе забирает lgd тавар это размен получает сейчас т-1 в миде на т-1 на топе а ну и пойдут ли дать ну наверное нет потому что форма у дракона закончится вот уже половина времени прошла а тысяча шестьсот угода будет ли это лотар мидас у бракса есть 11 минута ну и дать посмотрим графики мы видим тысячи голды ведут риттл снэйк и тысячи экспы принципе это еще не преимущество это непонятно что то есть тут все более менее ровненько и спокойненько пока в этой игре еще надо очень много времени подавляем развиваться команда так пайкат кстати что там куда деньги поделать куда деньги девал братюнь а ну все понятно шедов амулет пайката то есть здесь будет лотар а где года год тысяч 700 пока ничего не покупает но и снизу ну снизу просто забирает артл снэйки тут без драки это факт по это дело не летят сюда лжи дьи два в миде один лесу один на топе год пытается улететь год не надо было улетать здесь году почему не дрались ну пайкат тоже улетает видимо решили что здесь пять или что но только что что у вас забирали вас же ближе вас же больше тут брак с брак не мог прилететь на кулдаун был ну могли что-то попытаться придумать но вот не рискнули ну да и ладно что брак с мизери здесь спокойненько в лесах своих пока здесь мы видим лан эмо тоже пиу 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 но тлан м кстати 1300 голды он где-то стакает себе ого вот вот если lgd и вот это не отконтролят это огромная будет проблема то есть обязательно надо эту тему отконтролить вспомнить вспомнить вот идет 1437 туда нагой до конца ли он пойдет нет так ну тут врывались на года но у него хоста просто так его не поймать ну что брак с мизери улетает ну вот очень много абсолютно непонятных мувов делают сейчас lgd int не совсем и не понимает как правильно вот пайкат кулдаун и теперь больно ему и ракета в него летит он умрет здесь не ну если бы не бежал то умер бы видим что есть 1437 кстати луо в чужом лесу луол птица летит уже с лотаром здесь пайкату спит он прожать 1437 хотел сетку бросить час найкса рядом кстати был уже мизери его фамилиары могли бы пытаться цепануть но не стали за год год на врыве шка тоже тут на врыве все тут на врыве года вгрызается лу в медиа ух ты ух вы смотрите год то какой умный а шедов амулет ну и мы видим пиджей уже с лотаром 200 голды прилетел на базу ну вот есть один лотар появится второй опять таки насколько это хорошо учитывая что здесь вот бкб будет ну я не знаю вот кажется мне что это не самые правильные мувы вот делать было здесь два лотара может быть кабельная сэпи было бы пополезнее но тут я не уверен тут я вообще не уверен очень очень мало результативный матч самый мало результативный матч на этом турнире год на айси вот это было хорошо вот это было действительно хорошо для lgd но очень-очень провальный мувляйся никак он не ожидал что тут же сейчас подлетит пайкат и с годом моментально приняли здесь парни оффлайнера команды реттла снэк кстати говоря о годе очень плохо он себя чувствовал на протяжении первых трех дней в сиэтле собственно простуда у него была довольно серьезная и сидел он на колдекс окна украинских которые привезли наши ребята туда подкармливали и в этом немножечко нашими медикаментами писал мне еще поза вчера вечером что нет даже вчера вечером вчера вечером он мне даже писал что с температурой он вчера вечером по световское время с температуром ой с температурой в номере смотрит игру ребят бриттл снэк и квантик то есть ну видимо сегодня уже более-менее более-менее нормально у него дела со здоровьем мы будем надеяться все будет хорошо год нужен здоровым так вот он вот он вот он побежал 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 в лотаре видит луо видит луо видит луо здесь же оранжево здесь же сф давайте на луо ворвемся вдвоем с двух лотаров опять убьем а лучше на бэйна лучше на двоих а вот здесь уже и мизери ну два лотара и забежали нет боец 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 улетел год очень боятся lgd in вот а вы знаете очень вот настолько видно что вот 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 то ли чуть не впервые то ли команда переживает да что это интернешнл за результат никто не творит каких-то там стрёмных мува вот все вот все как-то вот 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 так вот как спокойно размеренно 4 2 17 минут 8 фрагов по деньгам 600 голды ведут ртлснэйк по эксперт 1000 xp ведут артлснэйк на карте не происходит ничего вот просто действительно ничего бкб купил гирокоптер а вот артефакты появляются ну что год видит чена пытается убить но здесь же вивер и год на хосте бежать вот теперь он понял что тут не один но развел на тп ну развел на тп кто-то стал лететь это был сагэм едет третий три лотара у команды lgd ну это конечно прикольно все там у братанов гема еще нету ртлснэк нет еще не догадались но где-то думаю догадается первую драку проиграют очень сильно я думаю догадается однозначно так извините я сейчас немножко вот так вот сделаю потому что информация от факера у нас тут прилетела сори что нам пишет факер пишет что все хорошо а вот есть информация что сегодня будут интервью с паником си габлаком и пупеем вот так нифига себе очень много божий я там смотрю сейчас на параллельном мониторе у меня происходит нереальнейшее мясище в матче айджи альянс просто нереальное какое-то мясо и лода всех убил поймали на топе лу лобьет товарища 437 тут же год тут же бракс и без бракса справились а без бракса утонул и убил прилетать надо было рошана забирает ротоснэйки и заберут и заберут вот чен выхилел хорошо все сделали рс то есть до потеряли на икса но забрали рошана то есть сейчас произошел всего-навсего 4 фраг 3 брак извините lgd да седьмой фраг всего в матче но суть в том что вот рошан этот может довольно неплохо повлиять на следующую на следующую драку да если она будет то есть заставить сейчас это все команду lgd как-то я не знаю что поделать как-то растянуться может быть не особо торопить события и так далее ну посмотрите посмотрите ну что вам всем напоминаю что продолжается интернешнл ребят на 4 стрима мы с вами работаем на первом канале вы смотрите игру lgd enter the snake это группа b очень интересно также идет у нас еще один матч группы b на нашем третьем стриме матрикс и light of heaven комментирую для вас liquid orange там 10 ведут liquid и несмотря то что не проигрывали всю игру сейчас вот ликвиды по ходу все-таки сделали тим вайпы да и ликвид 2-0 ликвид 2-0 выигрывают у команды orange у ликвидов становится три победы одно поражение в этой группе ну там еще не закончилась игра но скорее всего так оно и будет на втором плеере также в группе b идет игра айджи альянс я так понимаю правильно же я говорю это жду по бэрсу да это все группа b ну а на нашем четвертом плеере уже опять-таки идет матч группы а играет lgd china против если не ошибаюсь дигнитас айси засловили его айси первый стан второй стан айси много демжа здесь же слип и бежать слип и бежать так дайер скурер has been killed били куру огромный плюс кстати что было в куре куре не было ничего но здесь ее прижарили и это прикольно таки все заслуга конечно же инвизиором то что надо ну что же пайкат мы видим здесь с иллюзиями вместе с годом напрягает ауру тут жилба фамильяра никто не помешает потому что размен идет в миде ланэма видим кабуло здесь абсолютно все вот чем или после ульта приона будет ли врыв заходит одна нага просто витайнула нет аура дают ну и смотрите пайкат уже далеко дошел 4500 4600 у пиджея здесь очень хорошо ну и смотрим вы знаете и ставится впечатление что здесь lgd in будет тяжело ну да 500 голды они проигрывают в экспе по нулю 36000 120 на 36000 70 то есть абсолютно ровнейшая битва но ой интам будет здесь тяжко ой тяжко будет ого-го так смоке пытается кого-то найти никого не видят никого не знаю что делать непонятно пикат просто побил крипов идет дальше бкб десяточка альянс выиграли у айджи ого вот это я мои прогнозы чувствую все посыпались альянс выиграли первую карту у айджи и ликвид выиграли вторую карту у оранжи я думал что там будет один один ликвид оранжи думал что айджи смогут выиграть у альянс 2-0 но мы видим что альянсы красавчики прежде мы идут без потерь но индекс гейминг первые первых первые неудачи сейчас первые неудачи их постигла айджи ну что остаются у нас тонг-фу и альянс это команды которые не проигрывали тонг-фу и альянс всего 2 команды насколько я понимаю правильно которые пока ни одной игры у нас не проиграли минус знака сирена но слишком далеко здесь был собственно 1437 его прижарили двадцать три минуты прошло у нас в игре драйтл снэк 5-3 ведут но тут такие вот по одиночной фраге то сейчас абсолютно ничего не решают тут решит может быть что-то просто невероятное жесткое и так далее ну тут уже пошли твиты что я хочу увидеть тонг-фу альянс а кто же не хочет увидеть тонг-фу альянс все хотят увидеть тонг-фу альянс и увидим снэчбай завтра не будут играть по-моему ну что продолжаем смотреть здесь у нас 8 фрагов на 25 минуте ну как бы для для игры которая идет 3 часа ночи да это не самый лучший расклад как для зрителя потому что ну ужасно 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 унылые мувы ужасно каком-то команды играют не спеша и не напрягаясь ну драк как таких не было может быть будут ну когда абсолютно непонятно когда все на фармят наверное по 4 слота ну тогда может быть драки будут и вилси ну что ж мизери мы видим у мизери есть хедреско 26 минута 001 и хедреско у мизери да будьте вы прокляты с такой дотой это ж какой-то трэш полный как же так играть то можно пайкат на топе здесь рядом айси убежал баттерфляй купил просто напросто себе гирокоптер сейчас просто баттерфляй внутри есть баттерфляй стата 201 но это сильно этот активный дотер кстати я когда сказал что оранж уже выиграли у ликвид я наверное поспешил потому что там до сих пор идет игра ой то есть ликвид что выиграли у оранж так что там дотка идет еще браво бракс ну слава богу тут он умеет ломать деревья было бы прикольно если бы он здесь тупил еще все было на кулдауне к сожалению не так то но еще раз всем напоминаю что сразу после окончания этого матча мы возвращаемся в группу а третьи туры будут играть нави зенит на этом стриме так что никуда не уходить ждем мы пока здесь закончится матч ну вот мекку собрал на касте мизери рад я за него здесь мы видим у найкса появился башер ну тут кстати тоже лотар у у у найкс что там у нас с геймами как дела есть гему луо на найксе у лжд никого нет гему 3 лотарами 4 лотара все у нас на карте а ну то есть вообще процесс более менее как то вот пошел хоть артефакты начали появляться но все равно игра это как бы представляет собой просто нереальный фестиваль уныния и так далее я пока попил теплого кофейку ну что ж мизери с годом так вот кулдаун и бежать сразу кулдаун года залетел год такой ладно второй ракеты отойду чёрт с ним пойду теперь мячом добью хекс у бракса хекс у бракса опять таки плюс артефакт для лждинт что здесь не было где не было когда юзать правильно ну есть все драк же не было ну а если побежал снайксом внутри кого-то искать бэйн купил даггер ну просто с жиру уже бесятся здесь команды ну и опять таки попытка лждин что-то придумать на топе придумать ли они что-то смок нежданчик смок такой сейчас ну и маякует что пошли туда те пошли туда те нет нифига и в итоге никуда не идут вот видят здесь айси но нет это был просто смок чтобы постоять в лесу друг друга до ужаса боятся команды просто до усрачки залетает год сюда на хосте и убегает просто вот так 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 я просто единственное что мне не не это единственное что меня радует да из чего я тупо тут не забивай на это жду то что у меня есть плазма огромная 60-юй на которой идет игра orange liquid есть здоровенный монитор справа на котором идет игра альянс айджи да и вот вот поэтому пока здесь происходит такой трэш я могу себе просто одним глазом гляну что тут ага вот там вот там вот dark sears поставил стенку рубик украл поставил вторую там кстати оранжи которым стесли уже две стороны остались два голых барак они выиграли они одну драку пять ноль выиграли вторую драку сейчас выиграли два в ноль забрали рошана и вообще чё то они какие-то аж очень жесткие эти оранжи решили что 0 4 это не круто будет для них смотрите смотрите ту игру ребят на третий канал переключайтесь там там нереальный экшен идет там тридцать один двадцать девять счет там ого-го голый трон чуть ли не у оранж но они там борются с ликвидами ух до конца ну что рошан стоит второй думает окей стою тролля просто избились сетку ах ты меня сетку бросил я в тебя тоже сетку бросал ну что 8 фрагов за 30 минут идем на рекорд идем на рекорд самой терпильной игры в истории человечества 4 утра интернешнл все как положено 4 утра ли сколько-то времени пол четвертого ну ладно 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 еще можно это же пол это же не 4 вот было бы 4 все были спать так здесь драка драка вы смотрите года одного бросили года тут сыпанули бкб год умирает отличный слип от бракса нет бракса 14 37 и и все на этом наверное закончится драка год умер и до погоня будет конечно отло но тут никого не зато зато можно забирать рошана просто на халяву а лол что здесь делал бракс вот это прикол вот класс никнейм с твоим отцом водку пил получил приз ну что рошана забирает от вас на их 7 3 они впереди вот эти два фрага сейчас очень-очень пошатнули ну как тысячи голды лишние две тысячи экспы как бы а ладно все равно ничего не поменялось чем 0 0 1 был 0 0 0 тут теперь все умеет хотя бы по ассисту был 0 0 0 чем мизери 0 0 0 0 был не мизери 0 0 1 был давно и чем был 0 0 0 сейчас кабу заработал сатаник тут появляется вот так вот ну я думаю тут rattlesnake уже выиграют как бы нам этого не хотелось но думаю rattlesnake здесь выиграет луо пайкат на топе луо цап цап бэйн и минус пайкат и еще и баш отлично отлично ну все то есть lgd int что делает в игре lgd int я просто не понимаю то есть они вот они типа есть но их типа нет то есть как бы ну вот реально они не делают ничего вот абсолютно ничего мизери литая там 0 0 1 тут хекс купил виверт но это же вообще полный бред какой в попу хексу виверок что это за не издевайтесь бракс минус кабу смотрите нашли чена убили вот здесь нашли чена убили отлично что здесь сделал чен опять таки вопрос к создателю игры дота 2 наверное ну и лан эм лан эм побежал побежал на топ потому что сатаник бкб бутерфляй 10 секунд это фигня нужно еще я хрен его знаю что ему еще нужно мкб что это три четвертая минута ребята закачивайте давайте пожалуйста быстрее потому что действительно уже эта игра думаю просто в dota tv ставьте все дизлайки да то можно ставить лайк ставьте все дизлайки фу 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 как так как такими можно быть это же даже некрасиво так такими быть атака атака от луо и бежит же луо добежал до тауэра успокоился ну и смотрите и лан эм он уже понял что как бы его тауэр не бьет и можно бить тауэр ага ага а хорошо от 437 рисуйте пойдем по миду очень окей окей фу рен вообще снизу окей дальше здесь лан эм а у него эггис все хорошо и найк внутри что что дальше давайте в атаку давайте пофармим лучше Нападать скучно. Ну что, Лан Эм. Мы идем продолжать фармить. 2 400. Ну и пайкат Джеворин себе купил. Это намек уже на то, что будем пробивать мы рано или поздно. А вот КБ уже готовые. Хорошо. Лан Эм заходит на хайграунд. Вместе с Найксами. Его застанили раз. Застанили два. Все. Брак далеко. Ну, я уже просто сижу и жду драку. Как бы... Ну, видимо, сейчас она должна быть. То есть птица, это понятно, это просто плюс голда для этого гирокоптера. Это прекрасно понимаем. Теперь он ультанул. Кабу потратил весь хил. А, нет. Ульт не тратил. Вот так у меня кабула, извините. Ну и Бракс дальше сплит пушит. Здесь холд позишит. Начал падать тавер. Взлетел дальний койл. Надо убить ракету. Вот. Хорошо. Ракету убили. Молодцы. Плюс 25 голды. Бракс уже почти зашел. Здесь глифа нет. Не-не-не-не-не-не. Никуда не спешим. Реттлснеки. Тут Бракс ныкается. Нормально. Ныкается. Сюда встань. Сюда. Вот. Хорошо. Тут же не видно пятерых. Ну да, Найкса он не видит. Но это просто полный бред. Ты же с Лотаром. Что ж ты делаешь-то? Ну пойди же хоть попрессуй. Просто ж бьют тебе хайграунд. Понятно, что Найкс тут. А где же он еще? Что ж за люди? Там сетка полетела. И... Бракс зашел на Т3 наконец-то. Начал его бить. Молодец. Быстрее только надо бить, чтобы здесь еще и отвлекали. Ну тут просто Т3 на халяву отдали. Ну здесь уже есть Айси. Но Бракс тоже почти забрал Т3. Вот если бы он сразу пошел, он бы забрал Т3. О боже. Смоук на отходах. Так, Найкс и Гот отлично догнал. Тут Слип. Гота спасают. Есть хил. Луо получает сетку. На развороте Гот должен его бить. Ну вот как-то вот так. Залез к крипа и все. Потому что откуда у нас уже... Ланэму вообще пофиг. Он просто всех расстреливает. Поймали Мизери. Убили. Что-то я не понимаю, что хотели сделать ЛГД. И что здесь делает Бракс. Я вообще не понимаю, что они делают. Что это за бред, короче. То есть они вот пытаются типа что-то придумать. Как-то выиграть. Какая-то такая херня получается, если честно. Да, что-то в этой игре слишком перебздели как бы ЛГД Ин сами себя. И понятное дело, что вот так игры не выигрываются. И на Интернешнле так с группой выходятся на седьмом месте. Скажем так. В лучшем случае. На топе Гот. На Айси будет пытаться сейчас вбежать. Пешком. Ну Айси тоже в инвизе. И все. Так. Стан от года. Ух, как больно-то. Вы смотрите. ЛГД сделали фраг. Сколько лет они фраг назад делали последний? А, ну Чена убил Бракс. Да-да-да-да-да-да-да-да. А до этого были товара на 19-й минуте. То есть 20 минут назад, если не считая этого фрага Чена. Ну что? Смотрим дальше. Так, я понимаю, Дигнитос выиграли у ЛГД Чайна. Вау. Первую карту. Гот. Опять врывается. Начинает бить Ло. Кабу решил цепануть. Хекс. Кабу надо убить до того, как он выхиливать будет людей. Конечно. До того, как будет выхиливать. Ну, в любом случае, вы смотрите. Убили. Вот. Начали что-то делать. Не, это не начали что-то делать ЛГД Инд. Это Ретл Снэйк начали играть, когда до этого играли ЛГД Инд. То есть абсолютно печально и безидейно. Боже, я сказал уже минут 20 назад, что закончилась игра Orange Liquid, но нифига она не закончилась. Они до сих пор играют. Там просто чудесный матч. Рекомендую вам к рассмотру. Да, и Дигнитос действительно выиграли ЛГД. Тоже интересно. Так что там в группе... В группе А, в группе Нави, там такой огонь серьезный. Ну что, ЛГД Интернешнл забирает последние Т2 тавер для себя. Глиф. Смотрите, Глиф. Ланэм начинает настреливать. Мы видим птички эти сейчас подлетают и умирают. Ну нет, птички бьют тавер. Там Бракс умер, кстати, снизу его прижарили. И Ланэм просто разгоняет всех. Ну вот так. Причем, вы смотрите, разгоняет так серьезно. Ой-ой-ой, еще и умирает здесь. 14.7, нет, Слип. И уйдет. А бы сейчас год где-то не стрял. Или Мизери, например. Еще сейчас будет Блинк. И вот так вот. Вы смотрите, цепляет его. Здесь птичка должна сбивать. Сбивает. 14.7 иллюзии. Найк здесь же. 14.37, сетку. Он умирает. И голые бараки. Ну, бэкдорить бараки это не самая лучшая идея. Хотя, вы смотрите, нормально. Нормально! Это не бэкдор, потому что крипы. Просто минус мид. Лол, ну что за бред? Слипа нет. Просто, напросто тупо упал мид. Сетка в Ланемо. Ну, Ланемо сатаник. Подходи, налетай. Все будет хорошо. Так, год. БКБ. Станкабу. Пытается покусить. Сам получает тут же баш. Год просто один. Улетает он отсюда. За ним мы видим с геймом. Гонится Айси. Мизери умирает. 14.37 умирает. Пайкат. Умирает. Абсолютно без шансов. Бракс бесполезный. Ничего не делает. Тут есть масс-байбек. И Год там каким-то чудом выжил. А он вот-вот где пользу приносит. КПД, КПД. Да, ну что? Очень, 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 очень плохая игра в исполнении команды LGD. Ой, боже. Да, LGD International. Да, какой-то провал для организации LGD. Только что LGD China проиграли у Дигнита с карту. Вы посмотрите, какие куски этот Майкс отрывает. Только что, только что LGD China проиграли у Дигнитас. И мы видим, что здесь LGD International проигрывает у Реттлснэйк. Не у самых сильных команд, скажем прямо. Так что вот тут интересно. Там Годек санули, да. И тут минус год. Ну, на этот раз уже без байбека. Пайкат пытается драться. Ну, с байбеком еще год. Но вот Пайкат точно без байбека. Вот тут один год в дефенсе. Ну что? Реттлснэйк. Первая победа. Да, и мы видим, что у LGD Int 1-3 стат и у Реттлснэйк 1-3 стат. Я думаю, мы сейчас с вами посмотрим турнирную таблицу после окончания этого матча. Учитывая, что там 2-0 Тонпу выиграли у Virtus.Pro. Учитывая, что Альянс выиграли одну карту уже у IG. И то, что до сих пор идет игра Liquid Orange. Вообще непонятно. 14-37. Минус. Ну, все. Сейчас должно последовать ГГ. Ждут, конечно, почему-то до конца сейчас LGD. Не смирились еще с своим поражением, скажем так. Ну вот, упавший трон, наверное, их примирит. Да. Очень-очень-очень скучная игра была у нас. И закончилась она, в принципе, довольно предсказуемо. Проигрывает команда LGD Int. Реттлснэйк. Первая победа в основном турнире. ГГВП. Ну вот так. Вот так. Проиграли LGD Int. Играли, скажем так, первую игру играли хорошо, вторую играли очень плохо. Напомню, что LGD Int дважды проиграли у Альянса. В Реттлснэйк дважды проиграли у IG. И вот здесь, собственно, между собой они сыграли в ничью 1-1. IG и Альянс тоже играют между собой. Кстати, Orange там снесли топ-ликвидом. Там просто фантастическая игра на нашем третьем плеере. Ребят, я вам просто от всей души рекомендую переключаться. А в группе у нас, если честно, я сейчас вот так вот затрудняюсь сразу сказать, какое там положение в этой самой группе. Где-то, ну, я думаю, вы, собственно, найдете, где там какое положение. Где-то я сейчас тоже попытаюсь найти. Ну вот в группе, да, в группе B у нас. Вот, ну, неправильно. Лучше вывести просто обе таблицы. Вот тогда будет видно лучше. Вот здесь, вот, Тонг-Фу 4-0. Вы видите Альянс 3-0 пока. У Альянсов там еще идет игра против IG. 2-1 Liquid. Ну и вот сейчас там очень тяжелый матч. Там до сих пор он идет. Точно так же мы видим, что 2-1 у IG. LGD International 1-3. Rattlesnake 1-3. Virtus.pro 1-3. И Orange 0-3. Скорее всего, сейчас у Orange тоже будет 1-3. А у Liquid будет, получается, 2-2. Ну, собственно, в этой группе Тонг-Фу Альянс IG. 3 лидера. Уже более-менее выделились. Там понятно. И группа А. Группа А. Смотрим. DK 3-1. Fnatic 3-1. Dignitas 3-2. LGD 3-2. Да, за счет того, что только что Dignitas выиграли. Navi 2-2. Zenit 2-2. Маус 1-3. Move 0-4. Navi против Zenit. Следующая игра здесь, на этом стриме. Ребята, пауза, как всегда. 10-13 минут. Вот сейчас 3.47 по Киеву. В 4 утра по Киеву. В 5 утра по Москве. Будьте все здесь. Navi Zenit. Navi очень нужно. Кроме бизнесу нужно выигрывать эту игру. Поэтому никуда не разбегаемся. Navi Zenit. Следующий матч. Будем болеть за наших пацанов. Начала через 10-13 минут. Будьте здесь.